Солома, здорова, депутат Горкинеша, Ергешев, Козыбек, Кучкурович, фракция НТУМАК, Айбек Янышбекович, в этом году был утвержден консолидированный бюджет города, в какой сумме? Можете вкратце дать информацию, откуда такая цифра делась? Мы эту информацию полностью владеем, чтобы знали наши горожане. В эту сумму входит также бюджет присоединенных Аильных Аймагов, 868 миллионов. Также входит трансфер из республиканского бюджета, почти 7 миллиардов, на оплату труда образовательных учреждений и на приобретение автобусов. Также в эту сумму входит доход от продажи крупных объектов, таких как ипподром Ахкула. Оценочная цена 8 миллиардов 731 миллионов суммы. В эту сумму входит на 32 миллиарда? Ну, в эту сумму входит, да? Аппарат. Половина от общей суммы, а то и меньше. Турамес. Ну, если по цифрам взять, она так и получается, уважаемая Айбек Джанашбекович. Уважаемые коллеги, город Бишкек в год собирает из налоговых платежей более 100 миллиардов суммов. И городу Бишкек остается всего 11,5-12% от собранных в городе налогов. Хотя в соседних городах СНГ этот процент доходит до 50%. При проведении АТР в городе Бишкек площадь увеличивается в три раза. Значит, и бюджет должен увеличиться в три раза как минимум. Чтобы хватило на развитие и благоустройство города. Айбек Джанашбекович, я ничего такого плохого не говорю в вашу сторону. Да, сегодня идут работы, масштабные работы. Ремонт дорог, ирригация, замена теплосетей. Айбек Джанашбек. Айбек Джанашбекович, как бы ни старались таким бюджетом... Уважаемые депутаты, представители правительства. Прошу вас уделить особое внимание и рассмотреть вопрос о повышении процентной части при расшиплении от налоговых доходов. Чтобы город Бишкек оставалось как минимум 40% от собранных в городе налогов. Чтобы как-то развивать и благоустраивать наш город, столицу. Где сосредоточена вся жизнь нашей страны. Бишкек должен быть образцовым городом. Поэтому, уважаемые Марлина Абдрахманова, мое предложение внесите на рассмотрение при расшиплении налоговых доходов правительства. Спасибо, пожалуйста.